Добрый вечер, господа, у микрофона Юрий Пранько, на волнах радиостанции Финам-ФМ, ежедневная интерактивная программа «Реальное время». В самом начале, напоминаю, наше средство коммуникации, многоканальный телефон здесь, в студии прямого эфира 65 10 99 6, код Москвы 495. Наш портал в интернете финам.фм для ваших писем, там же идет сейчас и прямая веб-трансляция. И, вы знаете, я вам искренне абсолютно рекомендую периодически заходить, ежедневно заходить на сайт финам.инфо. Вот специально сегодня поблуждал по нашему интернет-порталу информационному. Вы знаете, очень много качественной, реально качественной, интересной информации. А уникальность портала финам.инфо заключается еще и в том, что вы можете не просто прочитать ту или иную новость, вы можете обсудить ее, высказать свое мнение, принять участие в интерактивных голосованиях. Все это финам.инфо, так что все средства коммуникации к вашим услугам. Также я подключил свой личный аккаунт в Твиттере, можете туда также писать. Знаю, что сейчас ситуация на столичных дорогах крайне-крайне, хотел сказать, она и опасная, она и опасная, реально опасная. Будьте осторожны при передвижении по улицам нашего родного города, по Подмосковью. Все в ожидании вот этого ледяного дождя. МЧС предупредил, селопки утром. Идет, вот я только что с улицы, и там уже тротуары покрыты ледяной коркой у вас вокруг здания. Вот, вы услышали моего сегодняшнего гостя Михаила Дмитриева, который так и доехал до студии прямого эфира. У нас сегодня будет крайне важный и крайне интересный разговор. Реальное время с Юрием Пранько на Финам.фм. 99,6 в Москве. Политический кризис в России, доклад ЦССР в мрачных тонах. Вот тема нашего разговора. Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок, гость нашей студии. Звоните, пишите. Михаил Игоревич, у нас не так много времени, да, поэтому сразу БК за рака. Что показали ваши исследования? Наши исследования показали очень много изменений, которые мы вообще впервые видим в наших фокус-группах и количественных опросах. Первое, что бросается в глаза. Впервые когда-либо за нашу историю обследований все фокус-группы, которые мы проводили, люди начинают спонтанно заговаривать о революционном сценарии. И вот если раньше такие реплики иногда встречались, и люди упоминали, ах, да, может быть, у нас будет революция. Но было видно, что это очень неприятная тема, людям боязно об этом говорить, а не сами страшатся такого развития событий. Сейчас совершенно другая картина. Люди сами начинали этот разговор и обсуждали сценарий протеста и революционного обновления власти как нечто, ну, скажем так, логическое. Без всяких эмоций. Просто вот, ну, да, может так получиться, потому что, ну, а какие еще есть варианты? И это очень серьезное изменение ситуации. Наш опыт показывает, что когда такое встречается в массовом порядке, а мы все-таки три региона обследовали. И, как это ни кажется, мало, но почти наверняка то же самое по нашему опыту будет и во многих других регионах страны. У нас такие мнения, они как-то вот очень унифицированно распространяются по всей территории России. И то, что это практически ни в одной фокус-группе мы не избежали такого обсуждения, это очень серьезный индикатор. То есть вы эту цель себе не ставили? Мы не ставили такую цель, мы вообще не ставили цель рассуждать о революции. Но респонденты вас вывели именно на эту тему. В том-то и дело, и раньше такого не случалось. Вот по нашему опыту в таких случаях не бывает дыма без огня, значит, в головах людей что-то происходит. Вот что наше исследование помогло прояснить? В чем суть? Ну и суть на самом деле в том, что люди начинают перебирать варианты. Есть вот то, что мы выяснили. Есть четкий, совершенно однозначный запрос на обновление власти. Люди устали от существующего статус-кво. Они перечисляют огромный перечень проблем, где власть сбоит с точки зрения реальных направлений политики, которых люди от нее ждут. Там 94% например считают, что в ЖКХ огромные проблемы. Ну и там дальше есть длинный список, где 3 четверти, 12 пунктов только, где больше половины граждан считают, что это все очень серьезные проблемы. Они касаются жизненно важных аспектов, типа жилья, здравоохранения, образования и многого другого. И у людей, они устали от старых политиков. Отношение ко всем политикам и во власти, и в оппозиции ухудшается очень быстро. Это просто бросается в глаза по сравнению с нашим весенним исследованием. И при этом люди действительно ищут нового. Они ждут от властей новой политики и новых лиц, которые эту политику будут проводить. Но поскольку, вот когда они начинают понимать, а как этого добиться? Ну вот чтобы самообновление власти, как это, допустим, сделал Ельцин в 99-м году. Он полтора года подряд перебирал премьеров, потенциальных кандидатов на лидера. И вот, ну, наконец остановился на Путине. И Путин уже стал следующим президентом и довольно успешным. Но в это люди уже не верят. Они все время говорят, что это такой очень скептический вариант. Как бы маловероятно, что так получится. То есть я правильно понимаю, что те люди, которые участвовали в вашем исследовании, они не видят нивелирование ситуации через, скажем так, институты власти, которые существуют сейчас в Российской Федерации? Ну в том-то и беда. Про выборы вообще повально. Отношение к ним, как выборы, обновление власть через выборы, это какой-то такой сценарий типа научной фантастике. В глазах людей. Это не наше мнение, а именно в глазах людей. Ну и вот если взять, например, самые последние данные ФОМа, вот только что вышел очередной еженедельный бюллетень Фонда общественного мнения, там репрезентативный опрос в тех регионах, где проходил единый день голосования. 75% из тех, кто не участвовал в голосовании, считают, что выборы ничего не меняют. Из тех, кто участвовал в голосовании, половина практически считает, что выборы ни на что не повлияют. А в среднем вот по этим регионам две трети. Полагают, что выборы это не как бы ни на что не могут повлиять. Это четко совпадает с нашими результатами. У нас примерно такая же картина. Ну и вот методом исключения люди начинают говорить, ну, наверное, да, вот это может привести в том числе и там к революции, к протестам, потому что как же еще нам добиться обновления власти. Вы знаете, меня вот эти настроения крайне настораживают. Я не скрываю, мне есть что терять. Я думаю, абсолютному большинству слушателей Финам-ФМ, людям, которые себя реализовали в той или иной сфере, есть тоже что терять. Мое восприятие ситуации, это не бархатная революция, Михаил Иванович. Это не, как говорят в таких случаях, не Европа. Я вспоминаю российскую историю, и, к сожалению, это хаос, это беспорядки, это попрание закона, и это, как правило, захват власти группировкой, которая смогла мобилизоваться вот в этот переломный момент и получила все дивиденды. Юрий, самое главное, что люди, это большинство людей прекрасно это понимает. Им совершенно не импонирует этот сценарий. Не импонирует. Он возникает методом, как бы, исключения. Ну, вот, какие еще есть варианты-то? Вот обновить это, наверное, получится так, что, когда народ сильно уже достанет все, вот начнут бунтовать или протестовать, ну, и тогда, наверное, власть обновится. Но ни у кого это восторга не вызывает. А что особенно важно, важно то, что население, вот этот сценарий, рассматривает сугубо умозрительно. Потому что мы совместили на этот раз социологические методы исследования с психологическими. Уже на первой фокус-группе наши психологи обратили внимание на симптомы клинической депрессии у значительной части респондентов. После этого они составили тест, специальный опросник на выяснение вот этих депрессивных признаков, которые они классифицировали как синдром вынужденной беспомощности, довольно хорошо изученной в психологии. И они составили опросник, который позволяет именно в политической плоскости идентифицировать эти симптомы подавленности и неспособности к активным действиям. И основная часть наших респондентов, у нас количественная выборка была большой, 1230 человек, это немало. Она в региональном, то есть в общероссийском плане нерепрезентативна, но по опыту все равно на такие результаты надо обращать внимание. Так вот, большинство респондентов именно в регион с преобладающим русским населением, они демонстрировали ярко выраженные симптомы подавленности и беспомощности. И, конечно, они к каким активным действиям не готовы, они не являются потенциальными участниками этих протестов и нынешней ситуации. Если мы посмотрим на, опять-таки, репрезентативные исследования других центров, получим ту же картину. Вот, например, по данным фонда «Общественное мнение», только 5% населения сейчас в целом по России готово участвовать в протестных акциях против властей. И это в три раза ниже, чем в начале 2011 года. А 80% людей говорят, что они вообще ни в каких публичных акциях не будут участвовать ни за власть, ни против власти. 80%? 80%. Это сейчас стабилизировалось на этом уровне. Это очень значительная величина. Она очень близка к количеству ответов на один из ключевых вопросов, идентифицирующих депрессивность и пассивность. А 80% людей отвечало на этот вопрос позитивно. Вот все очень приятно. Меня на самом деле настораживают эти формулировки «клиническая депрессия». Это как приговор звучит. Это состояние, которое выявляется объективно. Оно не зависит от какого-то настроения или убеждения людей. Это именно психологическое состояние. Причем состояние, которое может носить затяжной характер. Потому что этот синдром выученной беспомощности, если он сформирован, как правило, он поддерживается долгое время. Может быть, там 10 лет или больше. Я предлагаю подробнее об этом поговорить после краткого выпуска новостей. Здесь, в реальном времени, Михаил Дмитриев. Пишите на финам.фм. Звоните на 65 10 99 6, код Москвы 495. 19 часов 17 минут. Реальное время. Финам.фм. Здесь Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок. Политический кризис в России. Доклад СССР в мрачных тонах. Тема нашей сегодняшней встречи. Михаил Дмитриевич, вот вы обозначили русские регионы. Я правильно вас понял? Совершенно верно. Это клиническая депрессивность. Означает ли это, что иные национальные регионы России, Российской Федерации отличаются? Это может означать именно это. Мы в нашем исследовании на этот раз провели только пилотаж по другим этническим группам. На примере дагестанской общины в Москве. Но не просто дагестанцев. А тех, кто не утратил связи со своим родным регионом. И постоянно поддерживает контакты с теми, кто живет из родственников и друзей в Дагестане. Это, конечно, пилотаж. И мы бы, наверное, не стали публиковать результаты этого исследования. Если бы уже после проведения исследования, в единый день голосования, мы не увидели любопытную инверсию результатов голосования на Кавказе. И, собственно, в регионах с преобладающим российским населением. У нас всегда чемпионом по управляемым выборам был Кавказ. А в этот раз получилось, что такие вот рекорды управляемости поставили регионы, ну, более близкие по составу к русскому населению. В Мордовии 100% за Единую Россию дали некоторые результаты. В Краснодаре тоже 70% это рекорд для них за Единую Россию. Пенза продемонстрировала статус региона с управляемым голосованием. А на Кавказе внезапно, наоборот, появились признаки активности, ну, пускай проблемной, не в чистом виде оппозиции, но все-таки некой политической конкуренции. Вот той же Северной Осетии больше четверти населения проголосовало за партию Патриоты России, пускай это бывшие единороссы, но отколовшиеся. Явно там есть конфликт местных элит, какие-то кланы конкурируют друг с другом, но это уже некая политическая конкуренция, которую в русскоязычных территориях мы не наблюдаем. И что нам показали, собственно, результаты этой фокус-группы с дагестанцами? У них никакой особенно там подавленности и беспомощности нет. Они совершенно не воспринимают власть в том плане, что с ней ничего нельзя поделать, нельзя повлиять на ее поведение. Любые проблемы, которые они видят в отношении власти, для них это решаемые проблемы. Они считают, что на власть можно оказывать серьезное давление. Ну типа вот, как бы психологи использовали метод прожективных тестов. Они на самом деле при всей своей странности и экзотичности очень надежны, как полагают психологи. Например, там вот народ и власть предлагали ассоцировать с разными животными. У русского населения это такое ощущение беспомощности. Власть это всегда какой-то крупный хищник, типа волка, медведя, льва, тигра. Ну а народ это жертвы этого хищника, ну биологические жертвы, типа кроликов, мартышек, овец, коров или кого-то еще. Ну явное такое отношение хищника и жертвы. Слушайте, потрясающе. У дагестанцев преобладают совсем другие оценки. Ну типа там власть медведь, а народ это лисы. Или там власть волки, а народ это собаки. То есть вот, ну, такие вот отношения, может быть, достаточно враждебные, но при этом более равных по весу оппонентов. Нет никакого ощущения хищника и жертвы. И вот у дагестанцев было явное ощущение, да, мы готовы влиять на власть, мы не боимся власти, мы ее можем либо перехитрить, либо оказать на нее давление. И результаты голосования показывают, что на Кавказе действительно население уже гораздо более активно относится даже к процессу выборов. И готовы через выборы влиять на власть. Что кажется парадоксальным. Раньше на Кавказе мы ждали совсем другого. А вот с результатами нашего исследования это совпало. И оказалась еще одна группа, у которой нет этого синдрома, а это группа дети. Вот подростки от 12 до 14 лет, они демонстрируют испуга перед властью, относятся к власти совершенно иначе. То есть к ней относятся плохо, тоже у подростков довольно плохое отношение к власти. Но при этом они ее не боятся. Они не считают то, что власть это что-то вот, ну, заведомо неизменяемое, не чувствуют, что у них нет сил на это повлиять. И более того, очень важно, у них совсем другое отношение к идеальной власти. Вот если у русских взрослых отношение к власти, ну, идеальная власть это что-то более близкое народу, вот такое есть единение соборной власти и народа, но все равно власть это руководитель. Это отношение начальник-подчиненный. Власть там за нас что-то решает, но если она нас хорошо кормит, там, обеспечивает нам безопасность и то, что мы хотим, то мы будем служить власти хорошо. Народ будет служить власти. А у подростков совершенно другое. Это логика отношений волк-волчистая. Вот типичное такое отношение. Это скорее командные взаимоотношения, где власть завоевывает свое некоторое, ну, доминирование в этой команде по праву компетентности. Вот компетентность подростки выделяют как ключевое качество власти, чего взрослые у нас не выделяют. И дагестанцы тоже не выделяют. И вот это вот как раз говорит о том, что действительно у этого поколения уже модель отношений с властью совершенно другая, чем у нынешнего взрослого поколения России. От 19 до какого возраста? Нет, нет, от 12 до 14. К следующим президентским выборам это будут студенты вузов. Не забывайте об этом. Это будут... И полноправные избиратели. Даже дело не в избирателях. У нас вот, ну, студенты в условиях нарастания общественного напряжения очень часто были инициаторами, катализаторами общественных движений в сторону серьезных изменений. И вот это вот, если у подростки не утратят этого чувства независимости по отношению к власти и не изменят свой запрос на совершенно другую модель взаимоотношений, уже как студенты они смогут предвидеть этот запрос по полной на следующих президентских выборах. А значит ли это, что команда господина президента может спать спокойно и волноваться только вот к следующему избирательному циклу? Нам кажется, наоборот, ни в коем случае нельзя спать спокойно, потому что все это очень тревожные сигналы. Вот при всем том, что можно сказать, ах да, общество пассивно, оно не будет протестовать, ну, чего нам, собственно, угрожает? Ну, ведь то, что происходит, это нарастание внутренних напряжений и конфликтов, которые действительно обостряются. О чем идет речь? Сразу наводящий вопрос, да? Пример. Привожу пример. Отношение к церкви. Нас самих это удивило. Вот прожективные методы мы проверяли отношения не только людей к власти или восприятия народа, но и отношения к церкви. Результаты, которые мы получили, меня, скажу честно, шокировали. Я не ожидал этого. Вот, ну, в принципе, как получилось? Две трети наших участников опроса, они, в принципе, церковь оценивают очень так лояльно, я бы сказал, канонически. Церковь ассоциируется с солнцем, с голубем, со львом, ну, такими стандартными и христианскими символами, очень позитивными. Но одна треть наших респондентов, и здесь, ну, честно говоря, вообще-то страшно даже думать, вот она ассоциирует церковь с символами негативные. Вороны, волки, шакалы и лисы. И там были еще и другие зрели... Треть. Треть. То есть, ну, вот, две трети это очень позитивно, одна треть очень негативно. Можно сказать, опять нам выдвигают претензии, это нерепрезентативное исследование, это не отражает ситуации в стране. Возьмите репрезентативный опрос Илевада-центра. 73% считают, что пусть сирает, нужно наказать или, более того, даже дать более длительный срок, чем дал им суд. А 27% считают, что ни в коем случае этого делать нельзя. И они считают, что пусть сирает, в общем, правильно выразили недовольство церкви. Вот мы увидели, насколько эти внутренние напряжения выливаются в конфликты даже по поводу общественного института, который, казалось бы, должен нести мир и согласие в сердца людей. А вот эта политическая напряженность, она не находит правильного разрешения в нормальном, например, разбирательном процессе, и она выливается в конфликты, которых вообще-то нам бы всем хотелось бы избежать по максимуму. Ну, зачем церковь ставить в центр такого рода конфликтов? То есть, получается, вообще девальвированы все институты, и не только государственные власти. Это мы видим. Ухудшается отношение ко всем политическим институтам, всем политическим лидерам. Неважно, оппозиция это или власть, правящая партия или формальная оппозиция, или новые оппозиционные партии. То есть, ко всем негатив? Ко всем. Не то, что негатив, а ухудшается, и заметно ухудшается. И, к сожалению, это проявляется в самых таких вот очевидных вещах. Ну, например, отношение к пиар-компании, пиар-акциям Путина. Это очень яркий пример, потому что здесь контраст. Весной, ну, не то, чтобы людям нравились пиар-акции с канареечной ладой и амфорами с Одноморья, но, как правило, преобладало такое добродушно-шутливое к ним отношение. Люди над ними подшучивали, но, в общем, воспринимали это нормально. А сейчас в наших фокус-группах отношения откровенно негативные. То есть, люди говорят, но он занимается не своим делом. Его дело решать острые проблемы в стране, у них длинный шлейф этих острых проблем, которые надо решать, а он вместо этого там журавлей пасет. Ну, действительно, очень негативно. Опять, если мы возьмем репрезентативные опросы, у Левадо-центра 14% только позитивно относятся к полетам с журавлями. Остальные негативно. И в наших фокус-группах мы это увидели. Это качественное изменение. Оно свидетельствует о продолжающемся процессе ухудшения отношения. И тут не только Путин. Вот он как бы паровоз во главе длинного состава. И вот он пошел куда-то в тупик или под уклон, и весь состав за ним покатился, и все те же самые проблемы у всех. Вообще, вот это, конечно, шокирует. То есть, ладно, когда люди с таким искренним смехом, да, нейтрально, в общем-то, относятся к этим событиям, а если вот последние пиар-акции Путина вызывают такую реакцию. А скажите, а вот пиар-акции оппозиции, ну, например, вот выборы были в Координационный Совет. Это была масштабная пиар-акция, можно сказать, вне системной оппозиции. По отношению к ней благожелательный настрой? По отношению к такого рода действиям мы можем выявить отношения только в глубинных интервью с теми, кто является активными участниками протеста. Таких интервью мы провели около 20 отдельно, с разными сегментами протестующих, чтобы понять их отношение к судьбе протестного движения в Москве, к политическим лидерам, которые его возглавляют, к выборам в Координационный Совет и так далее. Большую часть населения это не очень интересует. Вот так. По крайней мере, спонтанно такие разговоры не возникают, в отличие, например, от разговоров о революции или о каких-то других вопросах, которые людей начали интересовать. Но вот судьба протестного движения в Москве не очень. Хотя, надо сказать, что определенные вещи людей занимают серьез. Например, попытки власти принять более жесткие законы, ограничивающие возможности проведения протестных акций. Давайте об этом, о реакции людей на, в общем-то, порой такие репрессивные меры в законодательной области, которые были приняты за последнее время, обсудим сразу после краткого выпуска новостей. Напомню, для слушателей здесь и сейчас, в реальном времени, Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок. У нас крайне важный принципиальный разговор. Вы в нем участвуете. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Будьте активны, интерактивны в реальном времени. 19 часов 31 минуты. Это реальное время на финам.фм. У микрофона Юрий Пряньков. В студии у нас Михаил Дмитриев. Я в шоковом состоянии от новости, которые до нас донесла сейчас моя коллега Настя Юрьева. Вы слышали, да, заявление премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева по поводу Сталина и фактически развязанной войны в отношении им, собственно, к собственному народу. Этой теме мы уделим самое пристальное внимание в итогах дня. Михаил Дмитриевич, ну не могу не попросить вас прокомментировать. Как вам это заявление? Вы знаете, вот с точки зрения нашей... И коррелирует это вот с докладом. Да, мне кажется, что это отражает меняющееся настроение не только в обществе, но и в элите. Появляется конфронтационная риторика. Вот слово «война» в отношении Сталина и собственного народа Медведев вряд ли произнес бы в 2008 году, потому что уровень социально-политической напряженности в обществе и элите тогда был гораздо ниже. Вообще градус был другой. А сейчас вот эти слова «война», «революция» и прочее в отношении внутриполитической жизни внезапно начали повторять самые разные люди в самых разных обстоятельствах. На мой взгляд, это лишний раз показывает... В том числе и первые руководители государства. Да. Это лишний раз показывает, насколько нарастает внутреннее напряжение в обществе и в элите. Где выход? Простите за банальный вопрос, но он очень важен. Где выход? Мы понимаем, что если протестное движение будет нарастать, да, и не факт, что те, кто себя назвал оппозицией, будут во главе этого протестного движения, да. Я желаю им всяческих успехов. Ради бога. Двинулись в оппозицию, значит, люди должны понимать, это взрослая игра, это не игра в песочницы. Вы идете за властью, соответственно, риски высоки. Но, Михаил Георгиевич, нас с вами как обычных граждан России, да, которые занимаются изучением, анализом, предметным анализом, я как журналист, вы как научный деятель, да, где и в чем нивелирование ситуации? Ну, речь идет не о нивелировании ситуации. На самом деле, запрос общества на обновление власти, это конструктивный запрос. Понятно, что страна изменилась, общество изменилось. Власть сильно устарела в методах работы, в той политике, которую она реализует. Это касается там и многих экономических и социальных вопросов. Нужны новые, более актуальные решения. Нужны новые способы взаимодействия с населением, которые вот сложившаяся система, она уже полностью их реализовать не в состоянии. Это очевидно всем, и главное, чтобы простым гражданам это очевидно. Их запрос правомерен. Власть, которая отрицает это и не хочет обсуждать тему собственного обновления, заведомо просто усиливает напряжение. И этот процесс не может продолжаться бесконечно. Поэтому самое конструктивное, это принять вообще задачу обновления власти как важную задачу для всей страны. И для власти, и для народа. И пытаться найти конструктивное решение. Но какие это могут быть решения, вот, по крайней мере, если мы возьмем, например, интервью Путина от 8 октября, он там ответил на вопрос. Да, там было очень интересное интервью, и я очень советую всем почитать. Оно на самом деле говорит о том, что и Путин лично начал размышлять над этими проблемами. Уже все не так однозначно, не такой вот напористый тон диалога с журналистами и с населением. Но вот на вопрос о том, ну, готов ли он, например, смотреть вопрос о собственном уходе. Он говорит, ну, а какой может быть уход сейчас, если, ну, кто может сейчас взять на себя ответственность за управление стороной? Он прав. Но в этом-то и проблема. Сейчас очевидно, что обновления нужно планировать. И это не просто пассивно ждать, когда появится кто-то, кто готов будет взять на себя ответственность. Власть сама должна понимать, как это делает китайское руководство. Целенаправленно планировать поиск лидеров. Не без проблем, не без шероховатости. Конечно. Судя вот по тому, что в Пекине происходило в последнее время. Не надо, конечно, уподобляться пекинскому руководству. Там все-таки политическая система совсем закрыта. И там нет и малой части тех демократических свобод, которыми обладает сегодня Россия. Но достаточно посмотреть, как это делал Ельцин. Когда он понял, что действительно политические ресурсы статус-кво начинают таять, и что нужно все равно планировать обновления. Вот он избрался во второй срок. В 1996 году, уже меньше, чем через два года, он начал искать поиски новых лидеров и пути обновления системы власти. Тогда ведь, если помните, вот срок политической жизни вице-премьера сократился, что-то он составлял от шести до девяти месяцев в среднем. Это было подсчитано. Вот можно себе представить, сколько людей пропустили через правительство в попытке нащупать людей, действительно наиболее востребованных и перспективных. Да, то есть я сразу поясняю слушателям, мы не даем оценку финальному решению. Мы говорим о той процедуре, которая была абсолютно осознанно запущена первым президентом России, и которая вот привела к тому, что президентом стал Владимир Путин. Да, и надо себе представить, насколько это была тяжелая и непростая процедура. Вот смотрите, первой попыткой стал Кириенко после отставки Черномырдина, это было начало 98-го года. Дальше Ельцин попытался вернуть Черномырдина, и это не прошло, он тут же переключился на Примакова. Дальше был Степашин, и только потом появился Путин. И это все были попытки прощупать, что дальше делать, как обновлять лидерство страны. И вот когда стало ясно, что у Путина получается, тогда Ельцин и передал ему, собственно, лидерство. Вот этого полномерного процесса сейчас нет. Власть делает вид, что это не ее дело обновлять лидерство в стране. А это как раз главная суть проблемы общества сейчас нет. Я тогда, простите, что перебиваю даже, да, я тогда провокационный вопрос задам. То есть, площадка для опробования, условно говоря, преемника, это пост председателя правительства Российской Федерации. При всех этих моментах, которые связаны с личностью нынешнего президента, возможностей, конституционных возможностей, реальных возможностей, фактологических возможностей господина Путина, означает ли это, что если кабинет министров Дмитрия Медведева будет отправлен в отставку, это будет дан старт как раз по выбору преемника? Ну, рано или поздно это все равно придется делать. Я не хочу говорить ничего о сроках, но более того... Мы можем говорить о президентском сроке Владимира Путина. Конечно, конечно. Вот в этом исследовании мы даже не пытались задавать вопросы по Медведеву. В предыдущих исследованиях мы по Медведеву конкретно спрашивали людей, каково у них отношение. Это продолжалось на протяжении многих лет. Отношение к Медведеву менялось. Оно вначале было очень хорошим, но вот последние полтора года действительно сильно ухудшилось. В этот раз мы таких вопросов не задавали. Вопрос о Медведеве периодически всплывал, и вот на что мы обратили внимание, он всплывал в совершенно даже для нас неожиданном виде. Такое ощущение было, что люди не отдают себе отчета, что Медведев занимает второй по значимости государственной пост в стране. Вот у них было ощущение, что вот он перестал быть президентом, и много таких реплик, ну типа, ну вот Путин избавил нас от Медведева, ну и вот... Его политическая жизнь завершилась. Вот что-то в этом роде. Более того, и в отношении некоторых министров, вот, например, были такие реплики, пора бы заменять министра образования. Такое ощущение, что люди не понимают, что только что появился новый министр образования, который не успел еще внести даже новую стратегию развития образования. То есть она только что обсуждалась на правительстве, тогда, когда проводилось обследование, этого еще люди не знали. То есть вот ощущение действительно, как будто бы не замечают этого кабинета и не замечают роли Медведева в политической жизни страны. Это тоже очень необычно, это довольно шокирующий сигнал. Да, при том, что он официально является лидером ныне правящей партии, да? И с этой даже точки зрения, не говоря уже о премьерских возможностях и полномочиях. Дмитрий Иванович, но все-таки меня спрашивают и просят, в частности, Елена, чтобы вы пояснили, каково все-таки отношение населения к оппозиции, да, к тем же выборам в КС. Вот имеется в виду, назовем условно, да, внесистемная оппозиция. Оно невыявляемо. То есть мы не задавали такого вопроса людям, сами люди эти темы не обсуждают. Не обсуждают, Михаил Иванович. Не обсуждают, да. Единственное, что можно сказать, что вот в целом по населению страны сейчас почти 40% сочувствуют протестным акциям. В Москве 55% сочувствуют. В целом по России порядка 36-38% по опросам Левадо-Центра. По нашим обследованиям это видно, что люди, в общем, неплохо относятся к протестующим. Нельзя сказать, чтобы они так уж слишком с энтузиазмом их поддерживали, но понимание того, что это неспроста, что люди в Москве ходят на митинги, оно есть. Неспроста. Да, вот по поводу выборов, это уже настолько технический вопрос, выборы в Координационный совет оппозиции, что для населения российской глубинки, ну, обсуждать его очень трудно. Я думаю, что мы бы не получили серьезных комментариев на эту тему. Гарлик, так подписался человек в Твиттере, пишет, спросите, пожалуйста, вашего визави, он предупреждает власть своим докладом или подталкивает общество? И то, и другое. Здесь надо понимать, что в общих интересах найти максимально конструктивные выходы. И то, что в обществе растет напряжение, пускай оно не выливается в открытые, скажем так, конфронтационные ситуации, но это напряжение не может тихо расти до бесконечности. То, что революция происходит не на улицах, а в умах людей, это еще не значит, что нашему обществу не угрожают риски раскола, конфликтов и ненужного потерянного времени на утряску политических отношений. Вот этого бы хотелось избежать. Хотелось бы добиться изменений в максимально конструктивном формате. Ну, вы приняли конкретный пример, это ситуация вокруг церкви, да? Конечно, конечно. Вот он, вот, раздел. Да, две трети, а с другой стороны, одна треть. Ну, и одна треть это немало. Это очень большой процент. Да, и надо понимать, что в крупных городах это соотношение может быть даже другим. То есть, вот, это ведь, одна треть это в целом по стране. Юрий спрашивает, уважаемый Михаил Лагонович, в связи с предстоящим увеличением численности внутренних войск, в частности формирование дополнительных частей московского ОМОНа, я вам цитирую письмо, да, как оно пришло без редактуры, не кажется ли вам, что правительство определилось со стратегическим врагом это население России? Мне кажется, что вот тактика закручивания гаек, она формировалась исходя из ситуации весной. Тогда было ощущение, что население России в целом настроено достаточно спокойно и миролюбиво. Более того, тогда власти находились под впечатлением, что рейтинги доверия к президенту Медведеву, к Единой России, они как бы восстановились до уровня начала 11-го года и стабилизировались. Что впереди нас ждет некий период устойчивого статус-кво с восстановлением доверия. То есть, фактически уверовали в это? Было много заявлений на эту тему, они действительно, и более того, многие официальные социологические центры полагали, что это реальная ситуация. Тогда весной мы в своем докладе показали, что наши исследования не отвечают такому высокому уровню рейтингов доверия и скорее всего в ближайшее время они начнут падать. Это написано в нашем докладе, который появился в мае. И все лето мы имели тенденцию к быстрому падению рейтингов доверия Путина, Медведева и Единой России. Они достигли новых рекордов в сентябре, темпы падения были гораздо выше, чем до выборов президента. И, соответственно, сейчас мы получили еще новую ситуацию. Мы получили постепенную тенденцию к возрастанию, к более легитимному восприятию населением форматов обновления власти протестным путем снизу вверх. Вот когда раскручивалась вся эта машина давления на оппозицию, тогда власти еще не ждали, что дело зайдет так далеко, что само население начнет сочувственно относиться к такого рода путям обновления власти. Сейчас, когда речь идет о попытках вступать в более конфликтные отношения с населением в целом, я думаю, сами власти вынуждены будут пересмотреть свои подходы. Вот одно дело, это оппозиция относительно немногочисленная, изолированная от всего населения страны, а другое дело, население страны, которое ждет обновления власти, не получает его и теряет надежду на то, что этого можно добиться конструктивным путем. Здесь лучше пытаться идти навстречу населению и вместе искать пути обновления власти. Михаил Дмитриев, сегодня в реальном времени на Финам.ФМ, сразу после краткого выпуска новостей, интерактивная часть реального времени 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.ФМ, это наши средства коммуникации. 19.47, это реальное время, здесь Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок, пожалуйста, ваши вопросы и комментарии, господа, на 65 10 99 6, код Москвы 495, и на финам.ФМ, ваши письма, там же идет и прямая веб-трансляция. Сейчас интерактивная часть разговора, у меня просьба и к слушателям, и к вам, Михаил Дмитриевич, да, лаконично мы сейчас вот до конца этого часа отработаем. Добрый вечер, в эфире как вас зовут? Алло. Здравствуйте, я Константин зовут. Да, Константин. Вот к вашему гостю вопрос, а вот по поводу слова революция, как давно появилось в вопросах, и какой основной контингент, который реагирует положительно на это слово? Угу, спасибо. Слово революция, мы таких вопросов не задавали, вот что очень важно, мы не спрашивали людей про революцию, часто довольно, такие реплики стали появляться весной, вот в ходе президентских выборов, тогда люди говорили, ну, и эпизодически так-то случалось, кто-то там скажет, ну вот, может быть, у нас будет революция, все, точка. Дальше это не вызывало дискуссии. В этот раз практически везде, а мы на этот раз дошли даже до села, например, село Скрипино Владимирской области, практически всюду этот разговор возникал спонтанно, и люди его продолжали, причем без особых эмоций, как-то так, знаете, логически. Вот они пытались логически понять, а, ну, почему это будет происходить и к чему это может привести? Это, конечно, новое явление, и тот факт, что это затрагивает практически все слои общества, игнорировать его нельзя, это очень серьезный момент. Туасилий из Воронежа пишет, вопрос Михаила Дмитриева, в ходе ваших исследований вы можете дать оценку и обозначить роль религиозных организаций в России в развивающемся политическом кризисе? Вот вы обозначили по церкви, да, один из священнослужителей, вот это, в общем-то, тема этих суток, Игумен Сергий заявил, что все, значит, кто выступал на Болотной площади, это враги народа, это практически цитаты, да, в московской патриархии, в общем-то, ничего не увидели, там, экстраординарного в его словах, я знаю, что Всеволод Чаплин, да, сказал, что, ну, это отображает мнение большинства верующих, то есть вот какой-то процесс у нас, мягко говоря, не очень хороший идет. Ну, сами-то люди, мы не исследовали отношение людей ко всем религиозным направлениям и ко всем конфессиям, но православные церкви исследовали его хорошо, и люди, что весной, что и сейчас, ждут от церкви, прежде всего, заботы о нравственном воспитании народа. К церкви, вообще-то, относятся в основном хорошо, ждут от нее этих функций, а то, что церковь оказалась участником политических конфликтов, вот это как раз порождает сильное напряжение, потому что люди открыто говорят, самые разные, те, кто хорошо относится к церкви, считают, что церковь не должна пытаться влиять на политические убеждения людей и не должна быть активным политическим игроком, что это не должно быть свойственно православной церкви. Вот это главное в отношении. А по факту ситуации иначе. К сожалению. И это очень плохо говорит, в принципе, о политической обстановке в стране. Она явно нездоровая. Политический кризис в России, тема нашего общения. Михаил Дмитриев здесь, в нашей студии прямого эфира, 651099.6, финам.фм, наше средство коммуникации. Сергей пишет, Медведева не замечают, потому что его правительство сейчас не прислушивается к мнению и нуждам людей. Ну, такой вот патетически спорный вопрос, но тем не менее. Михаил Дмитриевич, а вы мне можете обозначить, есть какие-то реперные точки, которые позволяют судить о том, что чиновники слышат и прислушиваются, да, или вообще не замечают, в том числе, да, вот то недовольство, о котором вы говорили, нарастающее недовольство? Ну, вот посмотрите, что происходит с реформой пенсионной системы. Собираются отменять накопительный элемент. Только что фонд общественное мнение опубликовал самые свежие результаты опроса среди тех, кто участвует в накопительной системе. То есть люди малого, в 67-м году рождения. За отмену накопительной системы 11% против 33%. Власти рассказывают нам, как замечательно будет, если людям вместо их накоплений дадут распределительную пенсию, да еще спрещитные формулы, которые реально приведут к уменьшению размеров пенсии по отношению к нынешнему. Но все это преподносит, как наоборот, огромный подарок властей и населения. При всем том, что опросы покажут люди... Это как пример, да? Да, это как пример, да. Ну, вообще, вот я хочу просто осознать и осмыслить, да. Но власть не глупа, Михаил Иванович. Но кто бы мне что ни говорил, да. Очень хороший мы знакомый. Борис Немцов мне постоянно так вот поджучивает меня, да, и говорит, что ты там предполагаешь, мозги есть? Нет, мозгов нету. Я в это не верю, потому что, в общем-то, эта группа, да, 12 лет у власти. Они смогли отмобилизовать свои ресурсы, которые у них есть. Они, в общем-то, контролируют ситуацию. Да, ситуация меняется. И меняется достаточно быстро, да. Я не могу сказать, с ебибильными шагами, но, тем не менее, она очень быстро меняется. Вот там не осознают этого. Или осознают, но чего-то опасаются. Власть не понимает, как воспринимается ее поведение населения. Вот посмотрите, еще один наш тест на оценки прилагательных определений, которые можно охарактеризовать нынешнюю власть. Вот с позитивной точки зрения, как бы с позитивной. Люди, по нашим исследованиям, охарактеризуют власть как сильную, волевую, решительную, способную принимать решения и умную. Но при этом, вот этим, собственно, набор позитивных характеристик власти в основном исчерпывается. А дальше идет, что такое негативное. Непатриотичное, беспринципное, нечестное и так далее. И там, подумай, там целый длинный список характеристик. И получается, что вот сильная, умная, решительная власть обладает большим набором характеристик, которые люди воспринимают как довольно опасные и негативные. И с учетом того, что люди еще воспринимают власть как такого сильного хищника, который гоняется за слабыми жертвами, с которыми ассоциируется сам народ. Но можно себе представить, какой образ власти сейчас подсознательно сложился в мах людей. Сама власть этого не осознает. Она не осознает, что ей недостает каналов получения обратной связи от населения. Елена пишет, Михаил, как вы считаете, чувство безнадеги у нашего народа это результат снижения уровня жизни, имеется в виду провинция с довольно большим процентом безработицы и низкими доходами, либо людей все же угнетает именно невозможность повлиять на чиновников путем выборов. То есть отсутствие двустороннего диалога с властью, я бы сказал, еще и отсутствие двустороннего движения в ту или иную сторону. О причинах этого сказать очень трудно, мы до конца их не понимаем, пока мы выявили только факт. И главное, что мы обнаружили, это явно такая пассивность связана отнюдь не с плохим материальным положением людей. Не с материальным. У нас абсолютная бедность в стране практически исчезла. Именно в тот момент, когда усилились эти депрессивные состояния. Число людей, живущих на сумму менее двух долларов в день сейчас, по обследованиям Росстата, их было 6% в 99-м году, сейчас осталось 0,05%. Эта доля снизилась в 100 раз. Сказать о том, что материальное положение населения ухудшилось, нельзя. И поэтому причины такой депрессии нам непонятны самим, мы пока можем констатировать факт, что вот такая пассивность, безнадега, она распространилась на широкие слои населения. Вообще вот очевидный выход из этой ситуации, это проведение реальных выборов, да? Я могу предположить, что это не только проведение реальных выборов. Это прежде всего создание условий для формирования нового политического лидерства. Не загонять потенциальных успешных политиков и лидеров куда-то в подполье или в конфликт с властями, а наоборот помогать их выращивать. Ну, если даже китайцы этим занимаются, почему мы в гораздо более открытой системе не можем этого делать? Ну вот почему реальное? У нас действительно в словах уже и война, и революция, да? А есть механизмы, которые позволили бы эту ситуацию, ну хорошо, не нивелировать, да? Ну хотя бы ее притормозить или ввести в нормальное русло? Да, разумеется, конечно. Они есть, и что здесь открывать Америку? Подавляющее большинство обществ справляется с этой проблемой. Когда нужно обновлять власть, есть масса способов помочь этому процессу, а не пытаться сдержать его и не плыть против течения истории. Давайте еще звонки послушаем. Ваши вопросы, ваши комментарии о том, что вы сегодня услышали. Меня некоторые вещи очень шокировали, некоторые вещи меня порадовали, да? Шокировали, это клиническая депрессия, я это надолго теперь запомню. Шокировали цифры по отношению к церкви. В общем-то порадовали отношения представителей одного из российских регионов, Дагестана, да? К власти, это не кошка с мышкой точно, да? Это, может быть, партнер чуть меньше, но тем не менее партнер и в этом спарринге. Но я бы здесь особенно не радовался, так и Кавказ это традиционное общество, и там вне зависимости от власти может вылиться в очень серьезные конфликты. А вот на то и власть, да? Чтобы думать, простите, башкой, вот реально думать. Добрый вечер, в эфире, как вас зовут? Алло. Алло, добрый день. Я бы хотел обсудить один... А как вас зовут, простите? Сергей, прошу вас. Значит, один элемент нашего общества, который я давно уже и почитав, и историю, и цитологию, и как-то, я не знаю, может, где-то еще идет из древних, или даже из-за 10. У нас достаточно закрыто иностранному влиянию всегда было общество, несмотря на то, что чаще всего наше оно и страдало больше всего от каких-то иностранных взаимодействий. А почему я это говорю? Просто вот, что как-то иногда спрашивают, особенно люди, кто там, Миноканал развитие, еще где-то, вот это вот как так, а вот, ну, там, из знакомых. Вот, знаете, вот это только один такой фактор маленький, но он уже вот преграждил мне сразу же все пути к тому, чтобы попробовать поучаствовать в социальной жизни, в политической жизни нашей стране. Да, спасибо. Может быть, вообще не участвовать? Знаете, как жить внутренней миграцией? Ну, это на самом деле нездоровое развитие событий, но оно объективно присутствует. Вот внешняя политика, нынешняя достаточно, ну, вот, внешняя политика, которая подозревает потенциально большинство крупных держав враждебности по отношению к России, а иностранцев тоже всех видят как потенциальных шпионов или иностранных агентов. Вот эта политика сейчас и по нашим данным, и по данным других следских центров вызывает поддержку населения. Объективно это так. Вот ксенофобия в России довольно сильно распространена, и, к сожалению, здесь, на мой взгляд, многое из того, что происходит, не очень конструктивно. В долгосрочной перспективе, конечно, нам придется менять свое отношение к окружающему миру. Да, мы надеемся, что это будет все в таком разумном ракурсе. Конечно. Потому что все эти революционеры, вот пусть они идут к проматери истории, неважно, в 20-м или 21-м веке, у всех сторон должна быть высочайшая степень ответственности за происходящее в стране. Халаганович, рад был вновь увидеться, мне было крайне приятно с вами пообщаться в этом часе. Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок, был сегодня в реальном времени. Политический кризис в России, тема нашего разговора была сразу после выпуска новостей, итоги дня.